Бензи, мы все любим Бензи! 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 Играет все! Привет, друзья! Январь перевалил за половину, а значит, даже в самых прогрессивных и самых высокооплачиваемых гимназиях, лицеях, я уж не говорю про школу и ПТУ, закончились каникулы. Что это значит для вас? Это значит, что снова контрольные работы, снова уроки, снова домашние задания и другие малоприятные вещи, о которых мы сегодня давайте не будем говорить. А говорить мы с вами будем о том, что нас всегда роднит, сближает и бодрит о мире компьютерных игр. Сегодня в нашей программе. Многочисленные фанатики игры Donkey Kong Country узнают о новых секретах этой великолепной игрушки. А дальше все по порядку. В хоккей играют настоящие мужчины. Мститель выходит на тропу войны. Новые приключения команды Starwing, Кибернатор в поисках удачи, Супер Марио и пропавшие викинги. Мы с вами, как обычно, в нашем маленьком телевизионном магазине Dendy, где самые последние новинки из области картриджей, приставок и тому подобное. Но те из вас, кто побывал с родителями перед Новым годом в магазинах, помнят, очевидно, что ничего подобного там, конечно, не было. Все помели, как ураганом. И целые километры очередей стояли на Петровке, на Краснопресенской улице в надежде получить хоть что-нибудь. Вот я хочу вам сказать маленький анекдот. Те из вас, кто там был, сами это видели, а те, кто не был, повеселятся вместе со мной. Неожиданно к магазину подъехала пожарная машина, откуда выбежала целая команда бравых пожарных в таких, знаете, черных робах, в касках. И с криками «раступись, раступись» побежали к магазину. Ну, народ, естественно, наивный, ничего, никакого подвоха не почувствовал и пропустил пожарных внутрь. Как вы понимаете, никакого пожара не было, просто пожарным надо было покупать своим детям что-нибудь на Новый год. Им удалось на последние, так сказать, деньги пожарные купить приставки, картриджи. Народ даже не стал бушевать, потому что такой юмористический подход к проблеме был впервые продемонстрирован в нашем мире новой реальности. Ну, а сейчас все уже успокоилось, и в магазинах «Дэнди» снова полны полки. Чем же они полны? А чем? Они, естественно, полны приставками «Супер Нинтендо», они полны приставками «Дэнди», «Дэнди Джуниор», «Дэнди Классик», и, конечно же, многообразие картриджей просто поражает воображение. Начнем сегодня, как обычно, с простенького. Начнем с 8-битных игр. Первая эта игра – «Стик Хантер». «Стик» по-английски не только палка, но еще и клюшка. Таким образом, вы, наверное, догадались уже, что «Стик Хантер» – это игра про хоккей. Конечно, сейчас зима, и ничего не стоит взять клюшку настоящую, коньки надеть старенькие, наточить их, может быть, напильником местами, и отправиться на каток, чтобы поиграть в настоящий хоккей. Но, как вы сами знаете, больше полутора-двух часов в настоящий хоккей по такому морозу не поиграешь. Согласны? Так вот, когда вы поиграли в настоящий хоккей, пришли уже с сосульками на носу, на ушах, на бровях, с отмороженными ногами и руками, только главное – берегите пальцы. Всего два. Вот этот и этот. Этих двух пальцев достаточно для того, чтобы вставить в приставку игру «Стик Хантер» и продолжать играть в вашу любимую игру. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Эту песню знали наизусть ваши папы, помнят в общих чертах ваши старшие братья, ну а вам лично, дорогие мои 10-12-летние, этот мотив, увы, не ведом. Зато нет среди вас тех, кто без содрогания в сердце может слушать режущие скрипы коньков по свежему льду и следить за полетом трехсотграммового кругляша, именуемого в народе «Шайба». Для вас, одержимых игрой, в которую трус не играет, для вас, рыцари ледовых арен, сделана эта игрушка в восьмибитном формате. Превосходные тактические находки, стремительные контратаки и филигранная защита – все это вы с радостью будете исполнять, вставив приставку «картридж стикхантер». И если вам удастся уговорить папу поиграть вместе с вами, все, что ему останется, это напевать себе под нос старую песенку. С клюшкой он, пожалуй, показал бы вам, где раки зимуют, но с джойстиком в руках они, папы, как правило, отдыхают. Чем замечательный мир компьютерных игр? Так это тем, что для того, чтобы быть хорошим каратистом, не обязательно иметь что-то в руках. Для того, чтобы быть хорошим ковбоем, не обязательно уметь стрелять, но для того, чтобы стать настоящим хоккеистом, вовсе даже не обязательно уметь кататься на коньках. Достаточно вставить стикхантер и вот и весь вам хоккей. Хорошая игра, забавная для тех, кто любит спортивные игры, особенно не напрягая организм. Вторая игра, о которой я хотел бы сказать, это, как обычно, это что-то такое страшное, крутое мужское со стрельбой. Пожалуйста. The Punisher. To punish, по-английски этот глагол означает наказывать, казнить, карать. Ой, даже страшно вставлять его приставку, потому что тогда, если мы это название переводим на русский язык, получится каратель, наказатель и лупитель. Наверное, так оно и есть. Я вместе с вами этот кадр сейчас посмотрю впервые и попытаюсь дать какие-то комментарии. Накажем кого-нибудь. Punisher или палач, или мститель, или... С подобными играми всегда складывается довольно типичная ситуация. Переводить название можно по-разному, а вот суть от этого нисколько не меняется. Так или иначе, это непередаваемое чувство азарта, охватывающее вас, оказавшихся в самом пекле фантастического действия. Ни один приличный Punisher, как вы сами понимаете, не начнет миссию без подобающего оружия. Вот и наш герой вооружился до зубов. И это не только дежурный пистолет, а еще и набор всесокрушающих гранат, ножей, лазеров и прочего барахла. Как и все восьмибитные игры последних лет, Punisher Мститель довольно прилично озвучен музыкой и шумами. Картинка с фонами тоже на уровне, видите, даже движущиеся объекты имеются. Осталось понять и признаться себе в следующем. Да, сказать надо, я фанатик стрелялок-убивалок, да, я жить не могу без подобных игр, да, я больше ни во что играть не хочу и не умею. За эти предновогодние и особенно посленовогодние дни многие люди, официанты в ресторанах, таксисты, водители троллейбусов и даже просто прохожие останавливали меня за рукав и спрашивали, скажи, пожалуйста, Сережа, какую нам приставку покупать? Такое многообразие приставок сейчас в продаже, мы даже не знаем, что нам делать. Я им говорю сначала так, ха-ха-ха, а потом, а знаете, что я им говорю? Супер Нинтендо. Настоящее японское качество, технология, не имеющая аналогов, супер-игра, в которой ты повелитель, будь хозяином новой реальности, уже сегодня в магазинах Дэнди во всей стране совершенно игровая система. Супер Нинтендо. Ну что, смекнули? Сейчас будем вам рассказывать об играх для приставки Супер Нинтендо. 1994 год. Фирма Нинтендо может вписать золотыми буквами свою красную книгу. По двум причинам. Первая причина, конечно, то, что приставка пришла в крупнейшую потребительницу компьютерных приставок в мире, в России. И сегодня даже самый маленький малыш знает, что такое приставка Супер Нинтендо, и в тайне, а то и явно мечтает о ней. Это первое. И второе, конечно, то, что именно в 1994 году фирма Нинтендо создала самую потрясающую игру, на мой взгляд, и на взгляд всех экспертов по видеоиграм, которая называется Donkey Kong Country. Вот она у меня здесь стоит, у меня руки чешутся, вам о ней больше рассказывают, но давайте мы это отложим на несколько минут. О ней мы подробно поговорим с Денисом и Сашей, с нашими экспертами, через несколько минут. А сейчас о новинках. Ну с чего начали? У меня есть здесь Супер Марио Уорлд. Соблазнительно. У меня есть игра с таким вот, опять же, фантастически роботическим названием Сайбер Нейтор. И есть игра «Потерянные викинги», заблудившиеся. Давайте с них начнем. Чтобы вы не заблудились в мире картриджей, начнем с заблудившихся викингов. Сказочной красоты игра. Производство фирмы Нинтендо. Только что я говорил о том, что фирма Нинтендо изрядно поднаторила в создании видеоигр. Но что я могу о ней сказать? Игрушка клевая. Во-первых, можно играть одному человеку и вдвоем. Уже большой плюс. Так? Папа дома, мама дома. Сели тыкаем. Весело. И, конечно, 35 уровней. К ней 35 уровней. Можете себе представить? На полгода, мне кажется, хватит. Поэтому давайте ее вставим сейчас в приставочку. Аккуратненько вынимаем из пакетика, из коробочки. Проверим, выключено, выключено. И проверим, куда же ты, викинги, заблудились. Заблудились три викинга-героя не где-нибудь, а в глубоком космосе. И предстоит им, а значит и вам, долгий-предолгий путь по внутренностям космического корабля в слабой надежде добраться до дома. В ракетной технике викинги, как известно, понимают довольно мало. Так что вам придется изрядно попотеть, пока вы поймете основные принципы этого путешествия. Но если вам приходилось играть в свое время на персоналке в гоблинов, будет проще. Дело в том, что каждый из трех викингов умеет делать что-то свое. А все вместе, что называется гуртом, они не функционируют. Один — мастер стрельбы из лука и другого оружия, другой умеет прыгать и сигать, а третий может проявить себя во всем остальном. Координировать их действия — ваша задача. С картинкой Супер Нинтендо вы уже прекрасно знакомы, а вот музыка здесь необычная. Если не для вас, то для викингов, по крайней мере. Вместо ожидаемых вагнеровских рулат здесь царство рэпа и хип-хопа. Давайте послушаем. По громадному секрету сообщаем. Мы эту игру прошли до самого конца. А там такое грандиозное мультипликационное шоу, которое занимает, наверное, половину памяти всей игры. Ради этого концерта, поверьте, стоит ковырять джойстик в течение месяца. Если, конечно, вам больше нравится рэп, а не песнь о небелунгах. Супер Нинтендо не только представляют собой высокую художественную и искусственную ценность, но и, согласитесь, материальную тоже. Поэтому я всегда все свои картриджи кладу в пакет, в коробку вот так аккуратненько, потом в эту коробку, кладу все инструкции и закрываю, кладу на шкаф. Потому что... Я вам открою маленький секрет. Дело все в том, что когда вы пройдете, скажем, все 35 уровней игры, потерянной викингом, и она для вас уже не будет представлять такого интереса, как раньше, вы этот картридж, если он будет в таком идеальном состоянии, с инструкцией, с пакетом, с коробкой, и, конечно, ни царапанной, ни битой, вы его спокойно можете продать. Своему соседу, товарищу или просто на птичьем рынке. В связи с нестабильной экономической ситуацией в нашей стране, чего греха таить, все вы прекрасно знаете, что все дорожает, а денежки немножечко дешевеют. Инфляция называется. Так вот, благодаря инфляции, хотя, конечно, сказать, благодаря инфляции мне язык не повернулся бы в другой момент, но именно благодаря ей, через полгода, когда вы наиграетесь, например, в Lost Vikings, если он вас будет в идеальном состоянии, с коробкой, с инструкцией, ни царапанной, ни битой, вы сможете его продать дороже, чем купили сегодня. Но не в магазине Дэнди, а где-нибудь на стороне. Ну что ж, это был экономический ликбез от Сергея Супунина, а сейчас у нас на повестке дня вот этот великолепный экземпляр продукции, опять же, фирмы Нинтендо. В этой игре фирма Нинтендо собрала все лучшее из всех приключений Марио за 10 лет существования этого героя и создала, можно сказать, энциклопедию миров, уровней и стран, куда по воле случая попадает Марио. Русатый итальянский водопроводчик. Я вам сейчас скажу, сколько в этой игре уровней, а вы уж сами решайте, стоит она того или нет. 96 уровней в игре Супер Марио Ворлд. Да если просто перевести даже название Супер Марио Ворлд, то можно понять, что это весь мир Марио. Там есть неизвестные уровни, которые никогда прежде никто не проходил. Там есть неизвестные герои, которых никогда никто не видел. Но там есть прежде всего, конечно, толстый, пузатый коротышка в красной шапке и с усами. Это наш любимый Марио. Посмотрим, почему он на обложке едет на динозавре. Вы когда-нибудь видели Марио на динозавре? И я не видел. А давайте посмотрим. После всего, что сделала с усатым толстяком фирма Нинтендо, казалось, уже ничего лучше придумать невозможно. А нет. Видимо, потенциальные возможности Марио настолько неисчерпаемы, что сколько его не гоняя по экрану слева направо, всё ему мало. Ни зной ему не страшен, ни мороз. И все его способности, разбросанные прежде по играм, начиная с самой первой, тогда ещё восьмибитной, собрались воедино под яркой обложкой этого картриджа. Что вытворяет паренёк? Диву даёшься. И летать-то он умеет. И прыгать выше неба. И на динозавре Ёше кататься. Музыкальные возможности полного 16-битного процессора позволяют купаться в волнах знаменитых мариевских мелодий и фантастических звуковых эффектов. Вставляйте картридж, приставку и наслаждайтесь. Полная гарантия. Вам эту игру не пройти до конца никогда в жизни. Сами поиграйте, и вашим детям ещё останется. Но если, конечно, к тому времени фирма Нинтендо не придумает чего-нибудь похлещего. Хм. Пока мы с вами смотрели фрагмент из игры Super Mario World, я вдруг неожиданно в книжке на второй странице обнаружил, что этого симпатичного зелёного динозавра щекастого зовут Ёши. А принцессу, знаете, как зовут? Принцесса, конечно, ужасно неблагозвучное по-русски имя. Зовут её Toadstool. Но Toadstool по-английски какой-то гриб, то ли сыроежка, то ли лисичка. Так что по-английски это всё довольно благозвучно. А по-русски Toadstool я бы так свою принцессу не назвал. Ну хорошо. Выключаем. Super Mario World. Посмотрели. 96 уровней. Мы вам не можем показать. Даже если мы будем показывать по одному уровню в каждой передаче, то нам на это потребуется 52 недели в году. Значит, почти два года. Два года мы вам не собираемся рассказывать об этой игре, потому что скоро придут новые игры. Они будут ещё лучше, ещё интереснее и ещё более объёмные. Ну и, наконец, последняя новинка для Super Nintendo. С содроганием сердца беру её в руки. 2065 год после Рождества Христова. Население заброшенной планеты в опасности. И надо, как всегда, кого-нибудь спасать. В 93-м году фирма Konami создала эту игрушку и назвала её Cybernator. Опять игра слов. Вообще, создателям компьютерных игр покоя не даёт игра слов в английском языке. Cyber — это приставка кибер. Помните, какой фильм был, терминатор? Там был Cyber, киборг по-нашему. А «Нейтор» — это какая-то такая лёгкая аналогия с терминатором, терминейтор. Так вот, получается, Cybernator. Как переводить? Я понятия не имею. То есть, одним словом, как вы понимаете, с этим не справится. Так вот, 2065 год и некий Cybernator в великолепных фантастических декорациях, что, в общем, всегда свойственно в фирме Nintendo, путешествует и всех спасает. Отправимся, и мы с ним. Аккуратненько. Видите, у меня все картриджи в пакетах. Все до единого. Книжечки на месте. Потому что я знаю, когда я наиграюсь, я эти картриджи или поменяю, или продам. Поехали. Помесь Робин Гуда с шагающим экскаватором. Как вам придется по душе такой гибрид? Нам он пришел с по душе чрезвычайно. Пусть Cybernator не такой шустрый паренек, как Megaman X, и не такой сноровистый, как Donkey Kong, но есть в нем какая-то изюминка, знаете, какая-то загадка. Я бы даже сказал, тайна какая-то. Вот так вот с уровня на уровень шныряет этот металлический красавец-мужчина одержимый благородной идеей спасения человечества от кошмаров грядущего века. А кошмаров там, в грядущем, по мнению авторов игры, хоть отбавляй. Великовозрастные враги, их механистические приспешники и прихлебатели, и, разумеется, мощнейшие взрывы и недостаток энергии, подстерегающей на каждом шагу. Все остальное довольно привычно и мило. Из ярких преимуществ этой игрушки толстый справочный буклет и ярко-коробный. Игры самой там на многие дни и вечера. А если вы уже подружились с Megaman X, с Cybernator вам возиться будет проще. Но разве за простотой мы гоняемся с вами, когда берем в руки разноцветный супер-нинтендовский джойстик? Нет, не за простотой. Нас манят приключения и риск. Cybernator к бою готов. А вы? Ну что ж, с новинками покончили. В хорошем смысле этого слова. И мне уже не терпится позвать сюда в студию Сашу с Денисом, чтобы поговорить с ними об игре Донки Конг и других секретах, которые они успели накопать в супер-нинтендовских играх. Я их очень сильно ругаю всегда за то, что... Впрочем, за что я их ругаю, вы сейчас услышите. Вот опять у нас в гостях наши так называемые компьютерные гении, которые у меня... Во-первых, здрасте, ребят. Привет, Денис, привет, Саша. Постригся, я вижу, да? Молодец. Так, тебе лучше. Которым я имею претензии. Претензии у меня вот в чем заключаются. Почему вы совершенно позабыли про секреты для Денди? Почему я никогда не вижу у вас в руках картриджи для Денди? Почему вы никогда ничего о них не рассказываете? Хочется очень поиграть в Нинтендо, потому что совершенно новая приставка. Особенно то разнообразие картриджей, которые у нас есть. Ты хочешь сказать, что после супер-нинтендо не хочется играть в Денди? Не, хочется. Конечно, для Денди тоже появляется много игр, которые тоже хочется поиграть. Но пока мы вообще поставили себе такую задачу пройти каждый по 10 разных игр. По 10 супер-нинтендоских игр? Да. И только потом? И потом уже, да. Денди взять. Конечно, мы Денди не забыли. Мы любим ее как старую. То есть, как старого друга, да. Говорится, старый друг лучше новых двух. Точно. Так, значит, вы себе как бы дали клятву, да? Да. Пока не пройдете с обязательствами. Точно. И кто сколько игр прошел? Сколько ты прошел, Денис? Я прошел уже 9 игр. 9 супер-нинтендоских игр? Да. Каких? Ну, типа там, Супер Проботектор. Донки Конг я знаю. Донки Конг я прошел, да. Мэджикл Квист, Стартинг оф Микки Маус. Совсем недавно, кстати, по-моему, позавчера. Вот. Потом прошел, ну, конечно, Супер Стрит Файтер и так далее. World Heroes. World Heroes. Это премия не было. А ты какие прошел? И сколько, кстати? Я прошел где-то 5 игр, по-моему. Назови какие. Прошел Last Vikings. О них мы сегодня рассказываем, так. Потом Super Metroid. Это мы в прошлой передаче рассказываем. Да, да. Еще, я надеюсь, расскажем. Еще Aladdin прошел. Ну, это я прошел. Так. Еще какие-то игры две. Над чем сейчас вы трудитесь? Над чем? Труженики джойстиков. Я сейчас ищу секреты в Донки Конг Кантри. В прошлой передаче я тебе сказал, что я прошел, когда игру мне написали, 58% нашел. Было такое? На данный момент я уже нашел 62%. А хочу, я поставил перед свою задачу найти 100%. Чтобы полностью закончить игру, чтобы мне написали там все как надо. Мне кажется, что 100% в эту игру может пойти только тот человек, который ее программировал. Может быть. Я уверен в том, что специалисты фирмы Nintendo несколько процентов оставили просто для супергениев. И пройти ее на 100% мне кажется невозможно. Хотя посмотрим. Ну, посмотрим, конечно. Время покажет. Так. Ну, и что ты там нового раскопал? Давай сразу, далеко не отходя от Донки Конга. Я еще нашел два секрета. Два секрета? Да, на мой взгляд, они самые лучшие. Один в бонус уровне, я хочу показать секрет. А второй на уровне. Смотрим. Оказывается, пробив в определенное время и в определенном месте скалу, бочки с динамитом, Донки Конг со своим товарищем попадает в бонус уровень, где только в среднем ряду бананов можно найти жизнь. Не перепутайте, Кутузовы. Ну, и как только он оттуда вылез, дальше продолжается путешествие, и мы оказываемся в подводном мире. А вот здесь, внимание, при встрече с акулой можно, оказывается, проплыть мимо стены. Смотрите-ка. Оп-ля. Видите, как удобно. И здесь взять золотого страуса. Зачем нужны золотые страусы? Уж вам, дорогие поклонники этой игры, объяснять не нужно. А вот как Денис догадался до этого, ума не приложу. Откуда он эти секреты берет? Даже странно. Так, как ты думаешь, сколько секретов в одном проценте прохождения? Или наоборот, сколько процентов в одном секрете? Один секрет, один процент. Один к одному. Один к одному. Да. То есть таких вот главных необъявленных секретов в игре всего сто получается, да? Всего сто. Из них 62 ты уже открыл. Да. И два на наших с вами только что глазах. Александр, что ты такой тихенький сидишь? Я сейчас никак не могу пройти Star Wing игру. Очень красивая игра, мне очень нравится. Star Wing. Вот. А вот она, да. Да. Вот эта игра Star Wing. Мы о ней рассказывали в одной из наших прошлых программ. Star Wing — это звездное крыло. Это такая трехмерная леталка. Возможность выбора четырех героев, да? Нет, ну там управляешь только вот лисой. Только лисой. А рядом с тобой помогают тебе лягушка, вот заяц и орел. А разве нельзя играть другим? Нет. Только лисой? Только лисой. То есть лиса — это как бы капитан этой эскадрильи, да? Да. Ну что ж, эскадрилья Star Wing отправляется на задание во главе со своим капитаном. В этой игре можно просто попытаться пролететь, никуда не врезавшись и уворачиваясь от пуль врагов. А можно сделать вот такие трюки. Пролетев в одни ворота, вторые, третий. Ну, немножко задели крылом, ничего страшного бывает. Четвертые и пятые. Вот сейчас будут пятые ворота. Мы получаем совершенно новое... Опля! Совершенно новое оружие. Теперь вместо одного луча в нашем лазере сразу два. Как вы понимаете, с таким мощным оружием гораздо проще победить всех врагов и разрушить максимальное количество фортификационных сооружений противника. Так что джойстик в руки и вперед вместе с нами, вместе с Сашей и Денисом. Star Wing! Ну что ж, ребят, я прощаюсь с вами. Надеюсь, что ты, Денис, пройдешь Donkey Kong и заработаешь как можно больше процентов в игре Donkey Kong. Хорошо. А ты, Саша, пройдешь игру Star Wing. Договорились? Совершенная игровая система. Супер-Нинтендо. Какой ужас, дорогие мои друзья. 30 секунд осталось до конца нашей передачи, и мы опять не успели рассказать о новых Сеговских картриджах. Но я вам сейчас даю честное пионерское, вот какое хотите, честное нинтендовское, честное проботекторское слово, что нашу следующую программу я сразу начну с них, чтобы уж точно вас не обмануть. А сейчас я прощаюсь с вами. До встречи на следующей неделе. Пока. Дэнзи играет с ней!